Здравствуйте! Это фестиваль Зелёный Остров Татышев. Сегодня мы работаем в режиме марафона. Покажем вам непременно все ключевые точки нашего фестиваля. У нас более сотни площадок. Покажем. Шагаем. Раз, два, три. Главную сцену фестиваля Зелёный открывает студия ирландского танца «Талисман». Я, кстати, тоже тут танцую, но сегодня я, увы, не в клетчатом костюмчике. Мы делали мастер-класс по большому шландскому джигу. Люди подсоединяются, люди очень активные. А сейчас мы будем разыгрывать самый главный приз этой игры. Воздушного змея, которого можно совершенно как хотите раскрасить. Готовы играть? Итак, мы начинаем! Правая ручка на жёлтый! Как отдыхается на Зелёных с собачками? Ой, вообще замечательно. В том, что народу много. И приходится вот так на руках, потому что всем хочется их погладить, посмотреть и пугаются. Очень хорошо, что есть вот такое место, где сейчас можно отдохнуть с ребёнком, сходить. И хорошо, что свободная от алкоголя зона. А ляльку что заинтересовала? Ляльку всё интересует, особенно другие люди. Она им всем улыбается. Это короткие мастер-классы, там 10-15 минут. Люди успевают ощутить этот процесс. Успевают там почувствовать ладонями, что такое играть на барабане. Ладошки начинают там через 10 минут гореть. И в общем, где-то в некоторых группах вот таких мини даже получается интересно и красиво. Ну и одна из самых хитовых площадок – это хендмейт-рынок. Это вполне понятно, потому что, видимо, все нуждаются в финичках, мулечках, в мишках Тедди и в керамических изделиях. Собственно, у хендвендеров мы сейчас узнаем, какие аксессуары они советуют носить нам этим летом. Это очень удобные сумочки. Можно с ней пойти на пляж, просто по городу погулять, положить туда сотовый телефон, водичку, что-нибудь ещё. Обязательно очень хорошо носить шапочки, потому что голову очень пикёт. Я делаю не только тапочки, ещё вот такие замечательные игрушки. Не забываю никогда про маленьких детишек, потому что сама мама. Вот такие маленькие пинеточки, пожалуйста. Обувь шью любую, какую только пожелает душа, мужская, женская. Больше всего люди любят совет, потому что они маленькие и миленькие. Их удобно держать в руках. И ещё с этими игрушками люди очень любят спать. Ну, кстати, предлагается эту поляну, вот я не знаю, в курсе или нет, её делать ровной. Это было бы и газоном хорошим. Именно газоном хорошим, таким, чтобы она была вот без таких вот. Однозначно, у Божьего комитета же плана есть развивать вторую половину острова. Это прям вот точно уже необходимо. Голосуют за формат отдыха, горожане. И то, что количество людей, которые приходят сюда отдыхать и чувствовать себя в своей среде, всё время увеличивается, это говорит о том, что это формат отдыха, востребованный горожанами. Мы стараемся это мероприятие поддерживать не первый год, оно прошло в третий раз в Красноярске. И всё идёт по нарастающей. То есть увеличится количество площадок. Прежде всего, увеличится количество посетителей острова как раз именно в этот день. Именно такой формат мы выбрали вот потому, что там по ощущениям, именно таких вещей, таких праздников не хватает современному русскому мегаполису. Тут же главное, что, во-первых, чтобы обязательно можно было прийти всей семьёй, и все нашли для себя занятия, и детишки, и папа, и маму. Вот. Обязательно, чтобы на травке, чтобы подальше от бетона и асфальта. И самое главное, чтобы было безопасно. Я за всем прощаюсь и передаю эстафетную палочку агенту Юлии Жаровой, которая уже выбирает себе долго и тщательно раста шапку. Юля, ну всё, тебе слово. Да, у нас хендмейдер-рынок в этом году гипермасштабный. Тут несколько сотен хендмейдеров, вот, глаза разбегаются, вот, взять, не взять шапочку, узнаю. Вот, но точно знаю, что мы с вами сегодня посмотрим интересное шоу бум-вакеров, такого в Красноярске ещё никогда не было. А прямо сейчас мы направляемся смотреть У-Шу, друзья, это классно. Мастерами кунг-фу не рождаются. Мастерами кунг-фу становятся. Опасности не пугаются. Скажи, для чего надо заниматься У-Шу? Ну, чтобы развивать дух, силу, можно для себя просто заниматься. Давай сделаем так. У-у-у! Занимайтесь У-Шу! Давайте. Занимайтесь У-Шу! У-у-у! Здорово! Мы сейчас, дорогие друзья, находимся с вами на специальном чайном хавре. Так, Владислав Шулеров здесь представляет разные интересные улуны молочные, не только, и расскажет, чем тут гостей почуют. Из Китая мы отбирали лучшие сорта чая, приготовили и решили угостить всех гостей на зелёном. Вкусно! Только мало, по-моему, наливают чая. Да. Как раз суть в том, что его не нужно пить много, его нужно пробовать, понять вкус, глубину и этим наслаждаться. Ту-ту-у! Это называется бумвакеры. Это слово мы выучили три месяца назад. Такая классная штука, которую в Красноярске на улицах ещё никто не делал. Берём вот такую вот штуку, на. Так, Игорь Иванович, поделитесь мнением, как вам напрасно. Я тебе уже всё рассказывал. А у нас микрофон не был включен. Фестиваль прям набирает популярность. И немаловажной причиной этому является такая уникальная площадка в центре города. Вот остров Татышев. Очень удобно и подъезжать. Правда, с парковкой сегодня проблемно немножко. Но, тем не менее, очень много людей. И все, я так вижу, по лицам очень довольны. Наш фестиваль без алкоголя, без громкой музыки. Семейный фестиваль на траве. И вот оно, широко разрекламированное шоу бумбайкеров на зелёном. Когда все стучатся разноцветные палки, и каждая стимулизирует свою ноту. Как вам, нравится? Очень, это очень интересно. Кто вы играете? Мы играем песенку про зелёный. Покажите, пожалуйста, у вас слух есть? Наверное, разыграем. Нравится? Очень. На что похоже? На праздник похоже. Как это может не нравиться? Замечательно, здорово. Благодарим партнёра телеверсии «Медицинский центр Бионика». Бионика – клиника для всей семьи. Носа. Носа. А сейчас за моей спиной на главной площадке фестиваля на этой сцене играет кроссерская группа «Мятный бриз». Главный хит этого лета. Носа-носа и сто тысяч зрителей собрались послушать. Лена, как тебе «Мятный бриз»? Супер. Все танцуем на зелёном. Танцуем, девочки, счастливые! Как эмоции? Зелёные. Колька! 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 Хао, кола. Апэту ваште. Кстати, что вы тут интересное смотрите? Просто сижу и занимаюсь своим делом, играю. На зелёном и так всё неинтересно. Да нет, почему же? Я просто отошёл от работы отдохнуть. На самом деле ещё потому, что здесь у нас Wi-Fi предоставляет компания МТС, и он бесплатный, так что можно не только развлекаться, но и погружаться в интернет. Фестиваль «Зелёный» действительно взорвал интернет сообщества России. Именно в российском Твиттере тема фестиваля стала самой обсуждаемой среди многих других. Люди, многие из других городов, федеральные агентства, которые не знают, что такое «Зелёный», начинали спрашивать, что там у вас в Красноярске проходит с «Зелёный». И тема «Зелёного» стала самой обсуждаемой темой Твиттера. Уже к вечеру она была на первом месте в хэштеге. Грутип, крутим, 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 стоп. Разум, прочитать «Войну и мир» срочно. И влюбиться. Это механизм, который предсказывает, что вы сделаете этим летом. Подпольное название знают «Дурмашина». Дважды чинили машину уже, потому что она ломается, стирается, то есть люди просто скапливаются и... Желание. Да, да, давай, желание, давай, давай. А у тебя какое желание на «Зелёном»? Поесть, наверное. Чтобы чаще зеленый проходил. А чтобы меня по телевидению показали. Уже сбылось, уже показывали. Чтобы лето было всегда и фестиваль был всегда. Пусть сегодня все ваши желания зеленым сбудутся. Ура! Крутим за всех, тех, кто не был до зеленых, за наших телезрителей. Ирина Попенко долго не может стоять на голове. Именно ей я сейчас передаю наш микрофон, нашего зеленого марафона. Она расскажет вам тоже кучу интересных вещей. Но так на голове стоять это просто супер, Леночка, удача. Да, потому что у нас тут продолжается йога-марафон. Он уже длится 4 часа и еще 3 часа впереди. Но я пока пойду поработаю. Ищите нового друга. Пушистенького, хорошенького. Я знаю, что котятки и щенки расходятся на ура. Пойдемте посмотрим. Забирают этого щенка? Нет, пока просто показываем. Посмотрите, какие лапочки. Гав. Гав. Возьмите меня домой. Сколько у вас сегодня взяли щенков и котят? Забрали вот из этого? Вот из этой клетки забрали трое. Лично из нашего колодка это 4 штуки. Остались? Нет, 4 остались. Ты взяла котеночка? Ну расскажи. Ты специально приехала на зеленый за котенком? Ну да, и еще мне нравится здесь. Тут так хорошо, свежо, отдыхать. Здорово. И теперь у тебя еще есть вот такой пушистик красивый. Организацией вот этой площадки с домашними животными я занималась лично. Там гуси и ягнята. Такие хорошенькие, то есть настоящие деревенские животные, живущие в селе. Посмотрите, сколько здесь малышни. Если ты ему дашь свое яблоко, он обратно тебе его не вернет. Понравилось валяться в салоне, понравился большой шар. И очень понравились индейцы, очень понравились. Федя сказал, что я очень хочу быть индейцем. Поэтому все, в общем, понравится. Особенно, конечно, животные, да, Федя? Гуси. Гуси понравились. Красавцы. Не боишься, что очень вкусно? Нет. Погладь. Они меня боятся. Это вот настоящий главной убор? Мой настоящий, это для съемок. А вот это настоящая иглу? Это сколько мне раз. Иглам, да? Тоже неправильно. А как правильно? Садись два. Ну как правильно? Это типи, типи, переносное жилище. Типи, типи. Даже передай привет бабушке. Привет, как дела? Как вам на фестивале? Нравится? Какая площадка нравится больше всего? Ну, мне лично больше всего йога понравилась. Вон они, вон они, наши замечательные поклонники здорового образа жизни. Простите, мы вас немножко отвлечем. Смотрю, вы даже каблуки сняли. Ну все нормально, занимаемся, напрягаемся, расслабляемся по очереди. Ребята, старайтесь, мы вас снимаем, носочки тяните, животики подтяните. Делитесь впечатлениями, где самые интересные площадки? Ну, знаешь, как-то очень сложно сказать, где все очень интересные, потому что мы обошли все, и, по-моему, мы пошли уже на третий круг обходить все площадки. Вот у меня ребенок, он, я ему предлагаю, может, мы домой еще пойдем? Он говорит, нет, нет, пошли еще ходить. Очень здорово. Здравствуй, Артур, как дела? Ну, рассказывайте, как вам на зеленом? На зеленом хорошо. Главное, не жарко на сей раз, что очень радует, да. Легкий ветерок, красота. Все, пока. Нам нужно дальше работать. Да, не работай. Ты тоже здесь? Конечно, давайте. Все фотографии, у нас здесь работают фотографы, потом будут выложены на нашем сайте примадисцтв.ру. Происходят здесь у нас бои подушками. Мальчишки, весело вам? Сейчас. По-моему, у вас тут драка началась. Весело. Детям у нас раздолье. Однозначно, очень довольны. Родителей вокруг нас столько было много, но видно, детки, ну, с самого лучшего. Утро начались с 11 часов где-то подходить. Я думаю, что пошли пообедать. Ну, вот они, наши работники, наши помощники, наши волонтеры. На обед, да? Уже обед пришел? Вкусно? Да. С чем пицца? Свеженькая, горяченькая, с спальней дождь. С курицей. С колбасой. Очень вкусно. Когда ножки не входят, и вот уже сесть на травку и покушать, это уже... Спасибо большое вкусному партнеру нашего фестиваля зеленой пиццерии «Пицца Росса». И есть телефон горячей доставки. 221-30-13. Приятного аппетита! Вау! Собираем какое-нибудь самое длинное слово. Из запчастей от клавиатуры? Да. Сейчас что-нибудь придумаем. Вор! У меня получилось вор. Спонсор этой замечательной площадки – сеть магазинов «Позитроника». «Позитроника» – это компания, в которой огромный выбор компьютерной и цифровой техники. Приходите к нам в любое удобное время. Магазины есть и на правом берегу, и на левом берегу. У нас прекрасные продавцы-консультанты, и вы получите замечательную консультацию. Обратите внимание на внешний вид этого хиппи. Человек полностью в зеленом. А теперь он покажет, как должны отдыхать хиппи. Это не есть лето любви! Это лето полное любви! Браслеты! Пойдем посмотрим браслеты. Классный! Привет, привет! Почему у вас еще их не купили? Даже не знаю. Сколько стоит? Заганка – 300 рублей. Абсолютно в стиле фестиваля «Зеленый». Хорошая традиция нашего «Зеленого» – устраивать профессиональные, практически фотосестики. Второй год нам очень нравится. Будет в следующем году еще придем. Что-нибудь прикупили? Прикупили. Вот это на хендвейд-рынке, да? Вот оно, наше будущее. Умные читатели. Библиотека под открытым небом. Посмотрите. Мечта. Мечта. Ну и еще зеленое – это, конечно же, куча синовалов, на которых можно валяться, фотографироваться, просто загорать. Вот так. А-а-а, как хорошо. Главное, чью-то шляпу. Но не будем долго лежать, потому что здесь еще куча-куча всего интересного. Вот она, еще одна моя любимая площадка «Трайбл». Девочки, красавицы, наслаждайтесь. Мы второй год приходим на них смотреть очень красиво. Ну, это, наверное, сплетение нескольких культур. Востока и, может быть, что-то ближе, потому что у них и одежда очень интересная. Начиная от шароваров, юбок, попконов, цыганского, всего вместе. Передаю слово Андрею Бабридзе, Андрюха. Всем привет. Мы находимся на йога-площадке, как сказала Елена Попенко. Сейчас пойдем поближе и узнаем, что же здесь происходит. Говорят, семь часов здесь меняли люди друг друга, так же, как и тренеры. Сейчас подойдем и узнаем, какое же направление преподают сейчас. Привет! Привет. Что вы здесь делаете? Привет, Игорь. Меня зовут Андрей. Ты мой любимый телевизор. Мы занимались гималайской йогой, дышали, вставали в позы всякие. В какие? В позы собаки. Да, мы все пропустили. Я не знаю, пошли. Поза собаки, все, что я и запомнилась за этот час. А сейчас эксклюзивное интервью с самым смешным клоуном зеленого. Клоун Олешка. У меня шуток тележка. Всем привет. Всех поздравляю с праздником с зеленым. Пускай в городе будет зеленое. Даже в Новый год стоит елка зеленая. Ежегодно на зеленом мы делаем такую площадку, которая называется «Зеленое радио». Где у нас через колонки, прямо на поляну транслируются анонсы фестиваля, какие-то события. Ищем потерявшихся детей, такое тоже бывает. И в этом году партнером этой площадки было авторитетное радио, которое очень хорошо, качественно подошло к вопросу. Урацировала хорошую музыку, хорошего диджея и создавала очень классное летнее зеленое настроение. Мне понравилась общая атмосфера, что люди пришли действительно просто отдохнуть и просто быть в хорошем настроении. Все люди, многие сейчас организовывают мероприятия, вот как-то что-то выдумывают, как-то вот что-то надо делать такое необычное. А на самом деле все гениально и просто. Просто вы придумали сестиваль, на котором все приходят и радуются. Не может быть! Разноцветное дерево! Я думал, что такое бывает только в сказках. Давайте узнаем, подойдем к ее авторам, как же это произошло. Это волшебство? Да, чудеса совершаются. Это называется искусство ярнбомбинга. Теперь у нас есть тоже в миллионном городе это искусство. Объявили конкурс этот и общий сбор месяц назад. За месяц собрали квадраты, за час их здесь собрали в ленту и минут до 15 ввязали дерево. По поводу лектории, Ален, что там происходило, что интересного было? Было очень круто, потому что лекции сменяли одну и другую, собиралась куча народу, задавали вопросы. Вот не поверите, лекция должна была закончиться в 6, а человек уже полчаса сидит, его не отпускают. Просто-напросто задают вопросы. Василий Мациевич, наш любимый эксперт по фильмам, рассказывает все про кино. А эти девчонки, по-моему, готовятся на Олимпиаду. Они будут выступать в номинации ленточкомотатели цветные. Пока, девчонки! А эта площадка зеленого, она по-настоящему волшебная, потому что здесь можно привязать желания и, возможно, нас будет. Очень позитивный фестиваль, который собирает с каждым годом все больше и больше народу. Я, пожалуй, ни на одном вообще городском мероприятии не видела столько народу, сколько здесь. Здесь очень демократичная обстановка, каждый находит себе какое-то занятие по душе. И я не знаю, чтобы действительно вот такое количество времени держать аудиторию, да, что до конца они остаются, собираются очереди у каждой локации, но я такого действительно как бы не знаю больше мероприятия. От всей души я хочу вам сказать спасибо за хорошее настроение, за то, что сегодня все вот так позитивно получилось. Огромное спасибо, я говорю, нашему главному другу, это Сбербанку. Волонтеры, случайно выбранные мной только что, достанут по одному желанию. И люди, которые эти желания загадали, станут обладателями подарков от нашего главного друга Сбербанка. Это вот такие пледы. Победы! Шарики улетели, но наша видеоверсия продолжается. Через несколько секунд мы окажемся в лофте, где будем зажигать вместе с группой Pepsi. Раз, два, три. Хе-хей, вот волшебная сила телевидения. Несколько секунд, и мы уже на концерте. Концерт закончился так быстро. Полтора часа, тут так мало оказалось, чтобы не побегли. Реально. Много плосимо. Много плосимо. Ты все в свою. Старая лохушка. Ясно, послушайте. Так, Анна, давайте. Привет, мы группы Pepsi. Привет, Красноярск. Кстати, можете наложить смех. Лошадь так. Мы лошади же вообще дикие. Я не подпишусь под это. Я не дикая. Я домашняя. Домашняя. Раскормленная лошадь. Мы абсолютно дикие сани лошади, поэтому давайте нас направлять. Мы ржать полюбим. И мы дружны, как видите, абсолютно с полным согласием. Я тоже хочу сказать. Да и насколько. Хорошо. Я просто забыла, что я хотела сказать. Главный друг фестиваля «Зеленый» – Сбербанк России. Сбербанк всегда рядом. Партнер телеверсии – медицинский центр «Бионика». Клиника для всей семьи. Вот такой вот в этом году был фестиваль «Зеленый». И в следующем году обязательно увидимся. Ура! Ура! Привет всем! Я люблю Красноярск. И всех приветствую на фестивале «Зеленый». Всем отличного отдыха. Сережа Кисонька, поздравляем тебя. Обязать нюхай. Мы тебя любим. Вот это поздравление чуть позже, чем у тебя день рождения будет. Но мы все равно тебя любим, Сережа. Сейчас, куда ни пойди, в любом дворе обязательно найдется компания, которая выпивает или курит. Но это достаточно сильно мешает нам. На самом деле пить, курить – это очень некрасиво. Это отвратительно, это мерзко. Я за здорового проживания. Здравствуйте, меня зовут Олег. И я расскажу о всех плюсах и минусах охоты на лис. В первую очередь, хотел бы предупредить. Охота на лис – не травмоопасный вид спорта. При этом никого убивать не надо. Лисой называют передатчики, которые расположены на деревьях. Их нужно как можно быстрее найти. Уважаемые красавицы города Красноярска, приглашаю вас поехать со мной на море. По-моему, это неплохо поехать летом на море. ВК.ком слэш черта. Удивлен. Мы против наркотиков. Мы всех призываем, что наркотики – это плохо. Счастливых наркоманов никогда не бывает. Хочу акробатический элемент показать. Ночью я решила искупаться в воде, а никого не было. И я залезла в воду, и там какой-то свет из воды. Странно было, конечно, очень напуганно. Мне показалось, что там какие-то призраки. А оказалось, что какой-то подводный фонарик остался под водой. У меня пропала кошка. А зовут ее Матрешка. Ну куда она пропала? Я ее не обижала. Но случилось как-то раз. Смыла кошку в унитаз. У меня пропала кошка. А зовут ее Матрешка. Ну куда она пропала? Я ее не обижала. Но случилось как-то раз. Выбила я кошке глаз. Рыжий котенок мой Ловит оранжевые кольца Слебом мою ладонь. А как на черном слаботинке Кто опять подержал сон Слышки камер по разминкам Наш альбом Здравствуйте. Меня зовут Андрей Трифаненков. У меня родилась дочка Диана. Очень красивая девочка. Я очень люблю. Я хочу друзьям передать привет. Моим друзьям из нашего клана, из нашего логова, из нашего двора. У нас логово есть во дворе за домом. Там у нас всякие игрушки. Иногда сломаны, иногда нет. Мы приносим. Саша у нас руководит нашим кланом. У нас содружество. Мы хотим передать всему Красноярску привет. Вы же хотели хором. Ну, точно. Что-то молчит. Все, можно сейчас сначала. Мы хотим передать привет всему Красноярску. Молодцы. Браво. Я хочу стать актрисой. Вот это прям моя мечта, мечта, мечта. Значит, скоро пойду в театральный кружок. Вот буду актрисой. В будущем вообще суперзвездой стану. Короче, на зеленом тут вообще так круто. Я сам вообще с Камчатки. В Красноярске я приехал. Тут так вообще круто вообще. О, я играю. Зеленый – это такой ништяк. Тут вообще очень прикольно. А сейчас я хотела бы спеть куплет, припев песни Ваенги «Тайга». Ну, потому что мы в Сибири все-таки живем. Тайга до километра, звезда ей светит. Сибирь, кто ответит тебе, коли крикнешь? Я спою песню. А почему весь двор разбожен? Почему весь двор разбожен? Почему кричит петух? Потому что обнаружу, вот цыплят отличный слух. Пи-пи-пи, ко-ко-ко, пи-пи-пи, ко-ко-ко. Чисто петь и не форшить, очень нелегко. На каникулах работаем, вкалываем, трудимся. Очищаем город. Будьте все добрыми и лучистыми. Всем, кто смотрит этот канал, всем, кто на «Зеленом» был, мы, так сказать, проделали довольно большой путь, чтобы к вам пробраться. Откуда? Откуда? Неважно откуда, главное почему. По пробкам. Растут и крепнут традиции фестиваля «Зеленый». Одна из этих самых главных традиций, когда ты приходишь на «Зеленый», ты никогда не можешь понять, что нарисовано на карте и как туда пройти. Новый день в календаре, 23 июня, дата важная и мне, и моим подругам. Ведь сегодня в Красноярске, городе, в котором я живу, будет фестиваль «Зеленый», и я туда пойду. И много тут еще всего, но в стих не умещу я все. Тогда осталось лишь одно – во всех благодарить за то, что все мы здесь, и все мы очень рады. Привет всем, нас зовут Максим и Артур. Мы желаем долгой и счастливой жизни телеканалу СТС «Прима» за замечательно организованный ими фестиваль «Зеленый». Желаем долгой жизни фестивалю «Зеленый». Желаем того, чтобы он становился с каждым годом все более-более зеленым, все более-более цветущим и просто красивым. Наш «Зеленый» просто класс! Веселятся все у нас! Будем петь и танцевать! Будем прыгать и скакать! Все придем сюда опять! Приходите на «Зеленый»! Веселиться!